приветствую вас уважаемые друзья сегодня хочу поделиться своим одним хорошим вкусным рецептом и это такой вот ответ чем можно заменить магазинную колбасу а магазинную колбасу лучше всего заменить хорошим свежим салом ну я взял и вот хорошие кусочки грудинки и сегодня устроил такой небольшой рецепт battle один кусочек грудинки сделаем и сварим его в пакете а два кусочка сделаем точно также замаринуем но запекем фольги и попробуем что вкуснее хотя я знаю что два этих блюда очень вкусные что нам для этого понадобится три кусочка грудинки чесночка побольше фольга целлофановые пакеты майонез соль по вкусу и приправы приправы мы возьмем сладкий перец и острый перец и немножко черного перца для начала подготовим майонез чеснок все это делается быстро подготавливаем чесночок мелко перри смалываем передавливаем я вот такой штучкой делаю сейчас быстренько перемерем чеснок смешаем его с майонезом и продолжим дальше так вот у нас получается чесночок добавляем еще вещи 100 который у нас есть вот так вот мелко перемалываем добавляем примерно пол столовой ложки соли данную смесь перемешиваем хорошенько с майонезом равномерно размешали и теперь добавим сюда приправы теперь эти приправки хорошо перемешиваем чесноком и все равномерно было получается такая красивая смесь или маринад маринадом натрем хорошенько сало беру руками и равномерно хорошо натираю берем подготовленную мисочку и перекладываем это в миску все равномерно хорошо натираем и примерно убираем в холодильник натертое сало или грудинку на час чтобы все это хорошо напиталось перед тем как убрать сало в холодильник рекомендую сделать и вот хорошие глубокие проколы чтобы этот маринад напитался в саму грудинку такие вот проколы делаю в каждом кусочке прошел друзья примерно час теперь беру один кусочек убираю в лафановый пакет хорошо закручиваю и убираю во второй пакет лучше сделать два пакета чтобы не дай бог один не прорвался и укладываю в кастрюлю с водой остальные два кусочка сейчас завернем фольгу подготовили лист с фольгой и каждый кусочек аккуратненько обматываем фольгой точно так же повторим со вторым куском грудинки положил грудинку в кастрюлю кастрюлю взял почти 6 литровую налил воды и сейчас на маленьком огне сначала доводим до кипения переходим на маленький огонь и примерно два часа она будет вот так вот томится в пакете и два вот таких вот кусочка положили в духовку в духовку включаем на 180 градусов примерно будем готовить 45-50 минут поехали сало варится прошло уже 55 минут после закипания все выглядит я с одной стороны на другую вот так вот перекладываю чтобы сало равномерно с каждой стороны хорошо проварилась сработал будильник в духовке выключим ну я думаю еще минут десять пусть сало постоит так вроде бы она уже готова по времени но чтобы перестраховаться лучше немножко подождать сейчас еще поставлю таймер на десять минут и после того как он сработает буду сало доставать и отнесу на балкон чтобы его охладить также рекомендую после варки охладить и вареное сало я не знаю кому как нравится может кому-то нравится есть горячее но мне больше нравится когда все остынет более насыщенный вкус не знаю у каждого в свои вкусы поэтому тут уже я не советчик достал сало из духовки оно сейчас выглядит видите идет пар все отлично запеклось при желании можно было и побольше по запекать но опять же это дело вкуса я не хотел чтобы была сильная корочка чтобы сало вытапливалась поэтому общее время приготовления где-то час теперь вынесу остужаться на балкон и примерно на балконе она тоже побудет около часа а пока вареное сало продолжает вариться прошло два часа достал и распаковал вареное сало сразу хочу заметить очень такой приятный аромат приятный запах идет довольно хорошо выглядит теперь также это сало выношу на балкон примерно на часик чтобы его охладить и кушать холодным принес грудинку с балкона и можно сказать блюдо готово на все сто процентов это два кусочка запеченных а вот этот кусочек у нас варился варился в пакете но на цвет они одинаковые друзья их на вкус в чем же все таки разница и порезал сало на кусочки в этой тарелочке у нас вареное сало довольно хорошо аппетитно выглядит а в этой тарелочке у нас запеченная и честно вам друзья скажу разницы особо я не вижу но запеченное сало очень ароматно пахнет намного ароматнее чем вареное теперь берем кусочек черного хлеба и проведем небольшую дегустацию сначала запеченное ну скажу так вкус оригинальный довольно интересный можно было еще немножко в духовке подержать побольше сейчас попробую вареное ну вареное конечно отличается нету такого насыщенного вкуса приправ соли но каждое блюдо вкусно по-своему поэтому друзья рекомендую вам попробовать оба этих рецепта и уже для себя выбрать что для вас лучше и вкуснее мне как бы понравилось и то и то блюдо то есть у запеченного сала или грудинки такой вот хороший выраженный вкус приправ у вареного сала как то более так вот все скромненько хотя все делал как вы видели с одним маринадом поэтому пробуйте кто-то может любит добавляйте больше соли вот скажу по соли стоило бы еще немного больше добавить и остроты можно было придать какой-нибудь смесью перцев вот так друзья готовки пробуйте еще раз повторяю и выбирайте для себя лучшие вкусы до новых встреч друзья всех благ вам и вашим близким и и и